Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу вам рассказать про грецкие орехи. Сегодня у нас 25 июня, уже практически конец июня. И вот только сейчас я решил записать это видео, потому что наблюдал за орехом. Как вы уже видели из моих видео, в прошлом году был ледяной дождь. Он сковал все деревья, в том числе и орехи. И потом была очень низкая температура, минус 34 градуса в январе. Я думаю, все эти факторы способствовали тому, что дерево подмёрзло. Сейчас перед вами дерево. Часть дерева подмёрзла, часть, конечно же, живая. От живых почек пошли новые приросты, как вот здесь, допустим. И вот здесь. Здесь часть обрезана. Но поближе сейчас на видео я вам показываю. Пройдусь вокруг дерева, посмотрю. Верхняя часть дерева замёрзла, основная часть. Какие-то почки живые, и от них началась вегетация. Но за счёт того, что подмёрзл ствол, соответственно, полноценного питания по нему не идёт. И многие почек просто не хватает. Они очень плохо развиваются. Нижняя часть дерева хорошо развивается от нижней части почек. Ну, примерно вот на моего уровня, по грудь мне. Есть приросты достаточно хорошие. Почки развиваются. Но остальная часть, к сожалению, такие погодные условия замёрзла. То же самое со вторым орехом, в принципе. И вот я уже говорил в прошлом году о своих видео, что буду делать обрезку и формировать деревом. Ну, сейчас, видимо, сама природа подсказала и направила меня на этом направлении уже это сделать наконец-таки. На данном дереве я не вижу завязанных орешков вот здесь вот. А на том дереве в нижней части, от нижней ветки, завязи орешков какое-то количество есть. Здесь их нет в этом году. Вот эти орешки, которые завязались на нижней ветке. Здесь тоже вот есть. Здесь вот есть. Вот эта вот нижняя веточка практически на земле лежит. Здесь я уже частично дерево подрезал, вот эту часть. Ну, вот наверху вот видно, какая часть подмёрзла, а где вегетация продолжилась. Вот эти боковые. Посмотрим. Я часть, которые подмёрзли, я их посрезаю, убираю. Немножечко сформирую, потому что здесь идёт перекрестие очень сильное. Поэтому здесь, конечно, требуется обрезка и формировка дерева. Вот это второй орех так выглядит. Орешков будет, конечно, мало. И только вот на нижней ветке. Остальные все я нигде не вижу завязи. Ну, вот такая вот картина на данный момент. Что хочу сказать? Ну, вот такие вот погодные у нас условия. Та, которая растёт у меня в пакетах, не в грунте, тоже часть замёрзла, часть перезимовала. Сейчас активно вегетацию идёт. Ну, что ж, вот такая ситуация сейчас по грецким орехам на 25 июня. Следите за дальнейшим видео. Я сделаю обрезку. Посмотрим, как это дерево реагирует на это. Сформирую его по возможности. Из того, что не подмёрзло. Ну, на будущий год будем смотреть, как это будет проявляться. Как дерево будет дальше развиваться и расти. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом всё. Если понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если ещё не подписаны, канал подписывайтесь. До встречи в новых видео. Пока.